Достигай Израиль и весь мир! Шалом Аллахем! Мир вам, возлюбленные! Дорогая Синтия, я рад, что ты сегодня здесь со мною. У меня все точно так же. Ты так любишь Божье Слово. Что в сегодняшней программе принесет нашим зрителям наибольшую пользу? Скажи. Если мы не будем знать, что Бог суверенен, и у Него все под контролем, мы не будем иметь мира на этой земле. Поэтому мы должны понять и уяснить для себя, что Он суверенный Бог. Во всем этом мы видим суверенность Бога. Сегодня мы узнаем еще одну простую, но глубокую истину о Боге. Давайте смотреть и слушать, и учиться Божьим истинам. Да, ты права. И еще я думаю, что наши зрители извлекут пользу из этого выпуска, потому что многие христиане, по ошибке, рассматривают Бога Ветхого Завета как Бога, который отличается от Бога Нового Завета. Они не говорят об этом вслух, но их откровение о Боге в Танахе отличается от Бога Нового Завета. Поэтому я думаю, что в сегодняшнем выпуске наши зрители смогут убедиться, как тесно связаны между собой Ветхий и Новый Заветы, в особенности в том, как они изображают природу Бога. Помолишься, чтобы наши телезрители приняли максимум откровений сегодня. Я уверена, что наши телезрители получат огромное благословение. Божий план не сможет изменить ни дьявол, ни человек. У Бога есть план для каждого из нас, и Он его обязательно исполнит. Баруха Шем, благословенно имя Господне! Добро пожаловать, возлюбленные! Я продолжаю серию, которую назвал «Как Иисус, Иешуа, совершает библейский иудаизм». Я только недавно закончил написание книги «Лев Иудин», и то, о чем я учу, — это часть того, о чем я говорю в этой книге. Во-первых, я говорю о том, как еврейские писания, Танах и Брит Хадаша, Новый Завет, в точности соответствуют друг другу. Я крайне рекомендую вам приобрести предыдущие две проповеди из этой серии. Я закончил прошлую программу на мысли о том, что еврейская Библия и Новый Завет говорят нам о природе Бога. Многие имеют представление о том, что Бог еврейской Библии, Бог Ветхого Завета, в основном строгий законодатель, который только и знает, что жестоко наказывает свой народ за их грехи, не проявляя милости. А Бог Завета Нового, для них в основном Бог благодати и любви. Это приводит многих в ступор, как такое может быть? Как Бог Нового Завета может быть тем же Богом, которого они видели в Ветхом Завете? Они не смотрят на Бога Ветхого Завета, как на Бога благодати. Они видят его только как того, кто дает закон, и кого интересует справедливое возмездие. Поэтому для них Бог в двух заветах кажется двумя разными богами. В прошлой программе я упомянул о том, что наиболее превозносимый атрибут Бога в еврейской Библии – это его святость. Мы обращались к книге Исаии, 6 главе, где Исаии было позволено узреть Бога на престоле в небесах. Он описывает, что он там увидел. «Вот сидит Великий и Превознесенный, и его окружают небесные существа – Серафимы, которые непрерывно, денно и ночно восклицают Кадош, Кадош, Кадош». В переводе с еврита это означает «святой». «Святой, святой, святой, Господь Бог всемогущий, вся земля полна славы Его». Исаия видит Господа, сидящего на троне. Он видит духовных существ – Серафимов, которые постоянно взывают «святой, святой, святой Господь Бог всемогущий». Это единственное место во всей еврейской Библии, во всем Танахе, когда один из Божьих атрибутов повторяется трижды. Мы все знаем, что Бог есть Бог всемогущий. Однако нигде в Библии мы не находим места, в котором этот атрибут Бога повторялся бы трижды. «Всемогущий», «Всемогущий», «Всемогущий». Или «Праведный», «Праведный», «Праведный Бог». Единственное место, когда мы видим, что атрибут Бога повторяется трижды, это когда говорится о его святости. А теперь поговорим об этом в контексте Нового Завета. Находим ли мы на страницах Нового Завета, на иврите Брит Хадаша, какой-то атрибут Бога, который превознесен или выделен более других его атрибутов? Чтобы ответить на этот вопрос, мы отправились в Книгу Откровения, потому что Книга Откровения отличается от других книг Нового Завета Брит Хадаша. В этой книге апостол Иоанн описывает свое видение, которое он видел на острове Патмос, куда он был изгнан из-за своей веры. Иоанн говорит, что в день Господень он услышал, как Дух Господень говорит ему «взойди сюда», и он тут же был подхвачен в духе и оказался на небе у престола Божьего. Точно так же, как и у Исаи, так в 4 главе Откровения Иоанн описывает нам, что он оказался на небесах у Божьего престола, и что вокруг престола были духовные существа, которые снова и снова непрерывно восклицали днем и ночью «святой, святой, святой». Мы видим, что ветхие Новые Заветы полностью соответствуют друг другу в том смысле, что они оба выделяют Божью святость на фоне всех других его атрибутов. «Это единственное место в Новом Завете, где один из атрибутов Бога повторяется трижды». Святой — единственный из Божьих атрибутов, который повторяется трижды и в Ветхом, и в Новом Завете. Снова выделен именно атрибут Божьей святости. Что же из себя представляет Божья святость? Только что мы выяснили, что во всей Библии нет более ярко выделенного атрибута нашего Творца, чем его святость. Но что такое святость? Святость означает быть абсолютно уникальным. У святости много разных форм. Они говорят о его моральных стандартах. И вообще у слова «святость» есть много разных оттенков. Но основное значение слова «святость» — «кадош» — означает быть уникальным и отделенным. Иначе говоря, Бог не похож ни на кого другого. Я уже цитировал в одной из программ этой серии, что в книге Исаии Господь обратился к пророку. «Я Господь, и нет иного. Я образую свет и творю тьму. Делаю мир и произвожу бедствие. Я, Господь, делаю все это». Только Бог не является созданным Творением. Только Он царствует. Он не был кем-то создан. Он безграничен. У Него нет начала и нет конца. Он существует вне времени и вне пространства. Он первопричина, причина причин. Он основание всего мироздания, всего Творения. И Он совершенно уникален. Нет Ему подобного. Все остальное было сотворено. Бог же является жизнью, которая не была кем-то сотворена. У Него нет начала и нет конца. Он — вечный Бог. Он представляет из Себя вечность. Итак, возлюбленный. Мы видим, что Ветхий и Новый Заветы в точности соответствуют друг другу, поскольку мы видим, что оба Завета наиболее всего выделяют или превозносят такой атрибут Бога, как Его совершенную уникальность и отделенность. Итак, мы продвигаемся дальше в нашей цели. Многие люди запутались, потому что для них Бог Еврейской Библии — это в основном строгий и жесткий Бог, который дал им закон. В то время как Бог Нового Завета для них — это Бог благодати. Простите за следующее выражение. Я применяю его, чтобы подчеркнуть комичность ситуации. Они думают, что у Бога раздвоение личности. Словно в Ветхом Завете он был одной личностью, а в Новом Завете он вдруг стал счастливым и добродушным. Так что же такое произошло? Но на самом деле — возлюбленный. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. И послушайте, Он всегда есть и был Богом благодати. Многие люди не понимают, что точно так же, как Новый Завет описывает нам Бога как Бога любви и благодати, страницы Еврейской Библии, Ветхого Завета, тоже открывают нам, что Бог есть Бог благодати. Давид говорит в 85-м салме в 15-м стихе. «Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и истинный». Давид очень близко знал Бога. Господь называет его мужем по сердцу Бога. У Давида с Богом были очень близкие и трепетные отношения. Он знал Бога лично. А вот что говорится в одном из моих любимых стихов во всей Библии. Давид говорит Господу, «Милость Твоя возвеличивает меня». Заметьте, что Ветхий Завет говорит об этом. Это Бог Еврейской Библии, выдающийся царь Израиля. Давид уже тогда говорит Богу, «Милость Твоя возвеличивает меня». Он знал Бога, и он знал, что Бог есть Бог благодати. Поэтому я снова хочу обратить ваше внимание на то, что природа Бога, которую мы видим в Еврейской Библии, никак не отличается от природы Бога, явленной нам в Новом Завете. Мы видели невероятные чудеса. И несколько сотен людей обратились к Иисусу Христу в молитве покаяния. Прямо сейчас Иисус дает вам возможность принять Его в ваше сердце. Лично скажите Ему, «Иисус, прости меня». Многие люди спасаются. Вчера спаслось 300 человек, в другой вечер 150 человек. И это не молодежь. Каются зрелые взрослые люди, которые настроены серьезно. И для них это явно не шутка. Они посвящают себя Богу. У нас есть свидетельство обращения мусульманской девушки. Она благодарит Бога. Она была мусульманкой. Ее дедушка был имамом в мечети. Она с друзьями пришла на Крусейд. Они пели здесь песни, но когда они вернулись домой, дедушка побил их тростью. Ее начало тянуть к Иисусу. Она начала сбегать, чтобы прийти в церковь, и всякий раз, по возвращению, ее дед-мусульманин бил их за это. Она еще не молилась с молитвой покаяния. Она не была рождена свыше, но вчера она родилась свыше. В ходе Крусейда она приняла Иисуса, и впервые попросила Его войти в ее жизнь и стать ее Господом. Я думаю, что самое глубокое откровение, которое мы находим в Ветхом Завете, в Еврейской Библии, и если быть более точным, то в Торе, в Пятикнижии Моисея, самое глубокое откровение о Боге находится в книге «Исход» 34 главе. Бог описал Моисея как самого кроткого человека на земле и как того, кто знал его лицом к лицу. Моисея называют пророком, который знал Бога лицом к лицу. Большинство из вас знакомы с историей Моисея. Бог призывал его освободить народ Израиля из египетского рабства. Сейчас мы с вами отправимся в 34 главу книги «Исход» на ивритете «Шмот», и я покажу вам кое-что поистине невероятное. Моисей не был уверен в себе. Помните, когда Бог призвал его из горящего куста? Моисей начал возражать. «Господь, но я человек косноязычный, я заикаюсь. Как же мне это удастся?» Моисей с опаской отнесся к своему призванию. И поэтому Богу-отцу постоянно нужно было подбадривать Моисея и сеять в него уверенность, что у него все получится, потому что с ним сам Бог. Итак, Моисей все еще дискутирует с Богом, как у него выйдет это сделать, как он сможет повести народ в землю обетованную, и с чего это они ему поверят. Он постоянно ищет ободрение у Бога и затем говорит, «Господь, если ты не пойдешь со мной, я никуда не пойду». Моисей говорит, «Яви мне славу свою». Бог согласился явить Моисею Божью славу, чтобы придать ему уверенности. И вот с 18 стиха мы читаем. Моисей сказал, «Покажи мне славу Твою». И сказал Господь, «Я проведу пред Тобою всю славу мою и провозглашу имя Иеговы пред Тобою. И кого помиловать, помилуем. Кого пожалеть, пожалею». И потом сказал он, «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Господь, «Вот место у меня, стань на этой скале. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселение скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду». История продолжается в следующей главе. Моисей спрятался в скале, и он взывает Господу, взывает к имени Яхве. И мы прочитаем, что происходит, когда он взывает Господу из скалы. И прошел Господь пред лицом его и возгласил, «Яхве, Яхве, Господь, Господь, Бог человека любивый и милосердый». Долготерпеливый и многомилостивый. И истинный. Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступления, и грех, но не оставляющий без наказания. Наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода. Моисей тотчас спал на землю и поклонился Богу. Послушайте еще раз очень внимательно. Это самое глубокое и самое полное откровение о природе Бога, которое мы находим в Библии. Когда Моисей был в скале и взывал к имени Господа, сам Господь прошел мимо него и наполнил его своим откровением, своим светом и познанием. Господь нарицал над Моисеем свое имя, и он обращался к Моисею, говоря, что представляет из себя Бог, какой он по своей природе. Моисей не просто наполнялся словами, но он наполнялся глубиной понимания значения этих слов. Я приведу вам пример, чтобы вам было легче понять, что я имею в виду. Много лет назад я стоял перед дилеммой. Я видел, что в жизни Божьего народа так много неудач. Они говорили о Боге, говорили о Господе, но все же терпели множество провалов в своей жизни. Я не мог понять, почему они постоянно живут в поражении, несмотря на то, что Писание говорит, что в Иисусе мы имеем победу, что нам принадлежит сверхъестественная радость, и мы должны жить над условиями, а не под их влиянием. Мы больше, чем победители по жизни. Но вот я вижу верующих людей, и в их жизни одно поражение сменяет другое. Я не понимаю Господь. Как они могут жить практически в вечном поражении и при этом верить в Тебя, Господь? Покажи мне, что происходит, иначе я не знаю, как я смогу доверять Тебе. Потому что они утверждают, что верят в Тебя, но при этом они не исполняют Твою цель для их жизни, но пребывают в неудачах и падениях. Как же я могу доверять Тебе, что Ты даешь мне победу в Твоих целях для моей жизни? Я прошу Тебя, объяснить мне, что происходит. Пока я не решу эту дилемму, я не смогу продвинуться дальше. В тот момент я переживал настоящий кризис веры. Я задал Богу вопрос и ожидал несколько дней Его ответа. Мое сердце тосковало, потому что мне так отчаянно нужен был ответ от Него, но я верил, что Он мне обязательно ответит. И вот прошло несколько дней ожидания ответа от Господа. И Он ответил мне. Он сказал важные слова. Послушайте, причина, по которой эти люди терпят поражение, заключается в том, что они мне не доверяют. В этот момент я получил откровение в глубине своего сердца о том, что на самом деле означает доверять Богу. Довериться Богу означает всецело положиться на Него. Он произнес слово «доверять», но я знал, что на самом деле это означает всецело полагаться. Они терпят поражение в своей жизни, потому что не до конца полагаются на Меня, а живут своей жизнью. К чему я вам все это говорю? Дело в том, что когда Моисей услышал о том, каков наш Бог, он не просто услышал слова, но познал их значение. Он получил откровение. Оно просветило его разум. Бог явил Себя Моисею. Еще раз давайте посмотрим, как это было. Напоминаю, это 6 стих 34 главы книги «Исход». Первое, что Господь открывает Моисею о своей природе, это то, что он сострадательный и милостивый Бог. «И прошел Господь пред лицом Его и возгласил Господь, Яхве, Бог, человеколюбивый и милосердый». Бог не говорит Моисею. «Моисей, вначале ты должен понять, что я строгий Бог. Я тот, кто даю закон, и соблюдение морали для меня первостепенно. Если кто-то не соответствует моим нравственным стандартам, такого человека я тут же подвергаю погибели за его грех». Нет. Когда Моисей переживает личную встречу с Богом, Бог открывается ему прежде всего, как Бог милосердный, сострадательный и милостивый. Я знаю. Я сказал, что святость — это основной атрибут Бога. Да, Он отделенный, Он уникальный. Он никем не создан. Нет Ему подобного. Но природа Бога прежде всего в том, что Он человеколюбивый и милосердный. «Разве не это открывает нам Новый Завет?» Вы уже поняли, к чему я клоню церковь? Ветхие Новые Заветы последовательны в том, чему они учат нас о Боге. Они вовсе друг другу не противоречат, но в полноте дополняют друг друга. Возлюбленные, Бог желает, чтобы вы знали, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он сострадательный и милостивый Бог. Он любит нас с вами. Он одинаково любит нас сегодня, как любил вчера и как будет любить завтра. Он знает, что мы всего лишь прах, но возлюбленные. Пока мы в смирении будем уповать на Него, Он всегда будет проявлять к нам сострадание. Он всегда будет нам помогать и благоволить к нам. Он милостивый Бог. Он Бог, дающий нам свое благоволение. Он благословляет нас и благоволит к нам даже тогда, когда мы этого не заслуживаем. Продолжайте смотреть программы этой серии. Бог желает вложить свой мир в ваши сердца, когда вы начнете понимать, как соответствуют друг другу Ветхий и Новый Заветы. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословения. Бог сказал, чтобы мы благословляли им Его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом Его, и тогда Он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть Бог Отец, Яхве, Бог Израиля, благословит вас и сохранит. Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам. Добротит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Мессии, узнавая еврейского Иисуса, достигая Израиль и весь мир. В следующей программе «Узнавая еврейского Иисуса» вы узнаете о суверенности Бога и о том, что это означает для вашей жизни сегодня. Вы получаете назидание в вере и обновление через проповеди Равина. Если вы получаете благословение через проповеди Равина Шнайдера, мы приглашаем вас стать нашим партнером. Достигая Израиль и весь мир, заходите на наш сайт или позвоните нам по телефону на экране, чтобы стать партнером служения Равина, снарядить тела Христа, созидать церковь и благовествовать этому миру. Благодаря вашей поддержке, служение «Узнавая еврейского Иисуса» сможет достичь мест, которые мы не смогли бы достичь без вашего участия. Вместе мы производим перемены и готовим путь для возвращения Царя Иисуса. Я молюсь о том, чтобы Бог сделал для вас нечто особенное. В это особое время в году, одно из того, что указывает на то, как сильно Бог делает ударение на этом времени в году, это то, что три раза в году Бог велеть своему народу приносить ему особые жертвы. И кульминацией этих осенних святых дней было то, что весь народ приходил в Иерусалим, чтобы принести Богу Отцу особую жертву. Я приглашаю вас в этом году принести Богу особую жертву, посеяв служение, узнавая еврейского Иисуса. Если Бог использует наше служение, чтобы вас благословлять, правда в том, что мы достигаем людей во всем мире, но без помощи народа Божьего мы не сможем этого делать. Если Бог благословляет вас через это служение, если вы с нашей помощью узнаете то, что не могли бы узнать, я прошу вас посеять особое пожертвование Богу Отцу через служение, узнавая еврейского Иисуса. Все, что вы делаете, вернется к вам мерую, добрую, утрясенную и нагнетенную. Я люблю вас, и да благословит вас Бог. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправите свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасение в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На Земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телевизионная программа Равина Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на Ютубе. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Заходите на Ютуб сегодня и посетите «Узнавая еврейского Иисуса». Иисус родился иудеем, жил иудеем и умер иудеем. Его первые последователи были иудеи, но все же христианство и иудаизм разделены. Раскопайте исторические факты, стоящие за этим великим разделением, с помощью новой книги Керта Шнайдера «Лев иудин». Равин говорит о том, что две религии, которые поклоняются тому же Богу, идут разными путями. Но однажды христианство и иудаизм объединятся под знаменем Мессии и Иешуа. Узнайте, как соединены между собой Ветхие и Новый Заветы и как Иисус совершает иудаизм.